Всем привет! Сегодня расскажу вам о том, что же такое сервлет и о жизненном цикле сервлета. Собственно говоря, сервлет это просто программа, которая обрабатывает ваши запросы. То есть вы в браузере вводите какой-то запрос, google.com, он идет на сервер, сервер передает управление вашей программе, вашему сервлету. И сервлет все делает. То есть код, который мы пишем вот здесь, это код нашей программы, web application. Нам приходит реквест, о нем я расскажу подробнее в других уроках. Это информация о реквесте, кто прислал, что прислали там и так далее. И у нас есть объект response, то есть информация, которую мы отправляем в ответ. Ну, к примеру, как вот здесь вот мы просто берем обычный html, с фразой hello world засовываем в строку, и эту строку мы записываем в наш response. Вот и все. В принципе, ничего сложного. Обозначаем это аннотация вебсервлет, я вам за нее тоже рассказывал. И у нас готовый вебсервлет, мы это все можем запустить. То есть я сейчас могу это все запустить, у меня откроется в браузере. То есть что здесь произошло, когда в браузере ввелась вот эта вот строка, она пошла на мой сервер, сервер передал управление моей программе, моя программа записала в response hello world, плюс тут какие-то теги html, и мне вернулся этот запрос и вывелся в браузере. То есть вначале я здесь послал запрос, а потом здесь получил данные. Как-то так это все работает. Теперь жизненный цикл сервлета. Сервлет, кажется, что, ну, представьте, нам приходят тысячи запросов, могут приходить одновременно, и вот этот код обрабатывает тысячи запросов. И может быть сложится такое впечатление, что таких вот программ у нас просто создается там 20 разных объектов, и они все это обрабатывают. Нет. На самом деле все не так, на самом деле у нас создается все лишь один объект, один сервлет, который все и выполняет. При этом мы его можем инициализировать. У нас есть метод init. Где наш init? Вот наш init. Вот этот, смотрите, initialization. Это тот самый, это метод, который при инициализации запускается. То есть каждый раз при создании сервлета, только самый-самый первый раз. Он у нас запускается. Мы здесь можем проинициализировать, добавить какие-то данные, что-то сделать. Потом у нас создался этот объект, он создался у нас всего лишь один. И после того, как он у нас создался, каждый раз, когда приходит запрос, все запросы обрабатываются методом service. Давайте, ну, сервлайз. Вот этот метод сервлайз, который обрабатывает все наши запросы. Что здесь происходит? Ну, этот сервис, сервайз переходит на другой private метод сервайз, в котором и происходит вся основная логика. Эта логика, она довольно-таки простая. Она просто проверяет, какой запрос к нам пришел. У нас, как вы знаете, есть множество запросов. Есть get, post, put, delete и так далее. То есть, у нас, те, кто знает HTML, они знают, что... Ну, HTML и JavaScript. Они знают, что мы можем отправлять разные виды запросов. Ну, самые простые, самые распространенные, которые используются в 99 случаях. Это get и post. Это два самых распространенных случая. Так вот, когда у нас запускается наш сервайз, он проверяет, какой метод должен это все обрабатывать. То есть, какой запрос нам пришел. То ли это get, то ли это post. Ну, то есть, это HTTP запросы, они бывают нам разных видов. Ну, и здесь, соответственно, написана логика, которая, соответственно, запускает какой-то метод. Или doHead, doPost, doPut. То есть, если это head, у нас запустится head. Если это... Если нам запрос post пришел, HTTP запрос post, запустится метод post и так далее. Вот. И мы, соответственно, любой из этих методов можем переопределить. К примеру, вот здесь я переопределяю doGet. То есть, у меня код, который обрабатывает все get запросы. То есть, каждый раз, когда я отправляю здесь запрос, мне приходит get запрос, и здесь я его обрабатываю. Вот. Если мне нужно обработать несколько запросов, я могу переопределить, скажем, еще и doPost. Причем я могу, скажем, сделать... Если я хочу, чтобы у меня код был в одном месте, запросов обрабатывалось несколько одним и тем же кодом, мне не надо брать и вот так вот писать по 20 раз одно и то же. Мне намного проще сделать вот так вот. Вот. И у меня в любом случае, что post придет, что get придет, вот этот код будет обрабатывать любой мой запрос. Как-то так это работает. Дальше что? Вот наш сервлет, он просто передает управление соответствующему методу. То есть, если это trace, то trace, там option, option, post, post. Но, в принципе, вы в большинстве своих случаев обрабатывать все вот это не будете. Put, delete, option. В основном только посты и get, остальные больше там json. Ну, про json мы еще поговорим в отдельных уроках. Если вы пока не знаете, не заморачивайтесь, что такое json. Но, в общем, по большому счету используются посты и get, имейте в виду. То есть, это два основных метода, которые нам обычно надо переопределять. И в конце этого всего у нас запускается дострой. Вот, есть метод дострой. Вот, как-то так. Теперь смотрите. Сервер у меня запущен, я его останавливаю и перезапускаю. О, давайте, знайте, чтобы было еще интереснее. Я вам вот так вот это продемонстрирую. Мы здесь вот сделаем asout, service, вот этот. А здесь мы сделаем asout, do get, нет. И запустим все это счастье. И теперь смотрите. Вот она у нас запустилась, открылась в браузере. Смотрите, здесь инициализация пошла. То есть, вот у нас консоль, есть наши логи. Пошло, пошло, пошло. И вот у нас произошла инициализация. То есть, первым делом у нас произошла, вызвался метод binet. После этого у нас все открылось в браузере. И браузер вызвал, отправил запрос. Запрос пришел на сервис. Вот у нас вызвался сервис метод. Теперь у нас он передал get, потом у нас еще запрос и опять get передался. Вот. Если я это все обновлю. Почему два их было? Потому что видите, у меня здесь два окна. Наверное, запустился два раза или как-то так. В общем, суть в том, что если я нажимаю обновить, у меня опять же приходит на сервис. И get у меня еще раз запускается. Нажму еще раз. Опять пришел еще запросик. Вот. И get метод запустился. Если я нажму stop server, остановлю, то только тогда у меня запустится метод destroy. То есть, destroy нужен для... Ну, запускается в самом конце, когда мы закрываем ваш сервис сервлет. Когда сервлет закрывается, уничтожается, уходит из памяти, у нас запускается метод destroy. То есть, он создан для закрытия разных ресурсов. Он у вас там, типа, connect-байза может быть или что-то в этом духе. Но на самом деле, лучше им никогда не пользоваться. Потому что, опять же, у вас может оборваться что-то, там, вылететь какой-то aurora или еще что. В общем, нежелательно полагаться на метод destroy. Так же, как и на метод final, который у объекта есть, который при уничтожении объекта запускается. Потому что нет гарантии, там, сто процентов, что это все заработает. Вот, поэтому, вот такой вот у нас довольно-таки простой жизненный цикл. Инициализация, потом сервис, который запускает или do-get, do-post или какие-то соответствующие методы. И в конце у нас происходит destroy. Вот как-то так у нас работают сервлеты. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok